Закон о ранних браках вызвал большой резонанс, был освещен во всех федеральных СМИ и к нам пришло очень много обращений. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте. Тема, безусловно, вызвало живой интерес и все СМИ к этому подключились, как вы сказали. Более того, подключились жители города и области в целом. Мы даже провели после нашей передачи с вами социологическое исследование, небольшой опрос в наших социальных сетях на эту тему. Задавали вопрос все-таки за люди, браки ранние или против. Социальная сеть ВКонтакте против 59% за 23%, социальная сеть Фейсбук против 83% за 17%. Тут, что называется, однозначно. Мне пришло более 45 пяти мнений Архангела Городцев, но я скажу, что положительных мнений там нет. И я думаю, что тебе надо будет на сессии областного собрания, я все это тебе передам, озвучить и донести это мнение до депутатов областного собрания. Да, я, безусловно, просто объединю все те комментарии, которые нам писали наши зрители. Ну, действительно, за 10 лет моей депутатской работы я не помню ни одного человека, который бы обратился ко мне с подобной проблематикой, что необходимо срочно кому-то помочь и узаконить ранние браки в Архангельской области. Ну, а сейчас перейдем к другой, не менее важной проблеме. Выборы главы муниципального образования город Архангельск. Главы выборы по-новому. Да. И вот хотелось бы пообсуждать, будет ли какая-то интрига или все пройдет спокойно и кого-то изберут. И мы так, наверное, не узнаем, какие вообще кандидатуры и что вообще происходит в кулуарах городского совета, областного собрания и вообще в политической жизни региона. Что думают наши политики по этому поводу? Я думаю, что интрига все-таки будет. На эту мысль меня натолкнула цитата члена комиссии Александра Фролова. «Региональным центром должен управлять человек, готовый взять на себя огромный объем серьезной работы. Однако с кадрами не густо. Об этом говорят все. Может быть, стоит пригласить опытного менеджера из другого региона? Такого тоже исключать нельзя». Но не прошло буквально полгода. Александр вошел в состав комиссии, которая будет избирать главу муниципального образования. И буквально несколько дней назад в интервью одному из интернет-агентств он уже говорит следующее. «Я уверен, в городе есть достойные люди, которые могут претендовать на постглавы города, обладающий достаточным опытом и необходимым образованием». Ну, как мы видим, мнение изменилось на прямо противоположное. Да, я думаю, что раз, тем более, пока депутаты городского совета наши хотят, чтобы была альтернатива и хотят даже, чтобы было рейтинговое голосование на сессии, я думаю, что, наверное, интрига какая-то будет. Ну, а пока все молчат, мы, наверное, расскажем, что обсуждаются депутаты у нас в областном собрании. А у нас обсуждаются следующие кандидатуры на постглавы города. Одна из них – Годзиш Игорь Викторович, действующий министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области, кандидат, как говорят, поддерживаемый правительством Архангельской области. Игорю Викторовичу 46 лет, он выходец из Северодвинска, по образованию энергетик, закончил Севмаш-ТУС, работал на Севмаше, прошел путь от мастера участка до главного энергетика. На сегодняшний день возглавляет министерство ТЭК и ЖКХ с 2012 года. Еще одна кандидатура, обсуждаемая кулуарно, это Чиненов Святослав Владимирович, заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству и, скорее всего, преемник Виктора Павленко. Святослава Владимировичу в этом году исполняется 44 года, по специальности он инженер промышленной энергетики. За свою карьеру Святослав Владимирович поработал в администрации Архангельской области, также прошел путь от специалиста до начальника отдела топлива и энергетики департамента ТЭК и ЖКХ. Также поработал он и в ТГК-2. С марта 2012 года работает заместителем мэра по городскому хозяйству, а с сентября 2015 года исполняет обязанности главы города. Есть еще одна кандидатура. Это Евменов Николай Викторович, бизнесмен, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Архангельской области, кандидат на пост главы города, поддерживаемый бизнесом. Николаю Викторовичу 34 года, имеет два высших образования, управленец. Работал в бизнес-структурах и в правительстве Архангельской области, в том числе заместителем министра по делам молодежи, спорту и туризму. С 2013 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Архангельской области. Кроме того, в качестве возможных кандидатов главы города обсуждают также кандидатуру Эрнеста Белокоровина и Сергея Моисеева, которые, кстати, уже были когда-то кандидатами на пост мэра города Архангельска, но, как говорится, не случилось. Я думаю, об этих кандидатурах, о Моисееве и Белокоровине, мы поговорим в одной из наших следующих передач, когда будем обсуждать людей, которые хотят пойти в Государственную Думу и представлять Архангельскую область. Но все-таки мы не исключаем их из этого списка. Я бы, наверное, пообсуждала каждую из тех кандидатур, которые мы озвучили более подробно, и начала бы я с нашего министра, так и ЖКХ Годзиша, который, собственно, поддерживается исполнительной властью, это понятно. Профессионал, довольно серьезный у него уже опыт имеется. Но единственный минус, наверное, для Архангельска, это то, что он является выходцем из города Корабелов, он северодвинец. И как будет воспринят в Архангельске, наверное, неоднозначно. Сегодня в Горсовете говорят о том, что на конкурс надо вынести несколько кандидатур, а может быть и три кандидатуры, что само по себе уже сеет некую интригу. То есть у депутатов будет выбор. Ну, например, голосовать за чиненного, который является представителем мэрии города Архангельска и все-таки был оставлен Виктором Николаевичем Павленко на своем посту. И он дает некую гарантию сохранения чиновникам своих постов и, в общем-то, политической направленности, которая до этого и была в городе. Ну да. Нужно, наверное, обсудить кандидатуру Николая Евменова, который, в общем-то, совсем молодой управленец. Он представитель бизнес-сообщества. Но, к сожалению, наверное, сейчас пока еще не имеет никакого опыта управления вот именно муниципальным хозяйством. То есть он никогда не работал в должности, которая связана именно с городским хозяйством. И сможет ли он с ним справиться? Но Николая Евменова поддерживает бизнес, будем говорить, структуры, которые все-таки считают, что старую команду, которая сейчас есть в городе, то есть Виктора Николаевича Павленко, все-таки надо ее немножко поменять. И надо, наверное, вдохнуть новую жизнь в город. А что эти люди могут дать у нас для города? Ну, например, если это будет Годзиш? Ну, в первую очередь, наверное, у нас прекратится конфликт тогда исполнительной власти на месте, то есть в городе Архангельске, областной власти в первую очередь, потому что мы понимаем, что Годзиш – это все-таки ставленник правительства области. Я думаю, что тогда будет проще уже и с муниципальным бюджетом, с его наполнением, с распределением, потому что просто будет влиять на это очень приличная областная власть. Но могут возникнуть проблемы с горсоветом. Что же тогда, если остается Чиненов? Если горсовет все-таки будет, а, скорее всего, они будут поддерживать свою кандидатуру, суда из рассказывания Александра Фролова, когда он говорит, что у нас есть местные люди, то тогда может получиться конфликт с администрацией Архангельской области. Что же интересно думают телезрители по этому поводу? А если у нас остается кандидатура Евменова, он вроде бы устраивает и правительство Архангельской области, так как он там работает, но и все-таки он Архангелогородец, то есть может и быть поддержан городским советом города? Я думаю, что, наверное, он может быть поддержан, с одной стороны, и городским советом, с другой стороны, он работает сейчас в правительстве Архангельской области, то есть Николай в этом смысле такая кандидатура, которая может устроить всех. Но устроит ли она жителей города Архангельска? Он все-таки не имеет опыта управления муниципальным имуществом, муниципальной службой вообще на уровне города, и как он справится со всеми этими проблемами, связанными с водопроводом, связанными с ЖКХ и так далее? Вообще ведь самая главная идея, и телезрители, наверное, помнят, когда мы обсуждали необходимость отмены выборов мэра города Архангельска, то мы говорили о том, что будет управляющий городом, будет глава муниципального образования, который будет полностью аполитичен, который будет ни от кого независим, и который, в общем-то, будет заниматься только проблемами города, и работает только на благо жителей Архангельска, чего бы нам, безусловно, всем и хотелось. Да, который не будет заниматься политикой, в общем-то, будет заниматься насущным хозяйством, которое всем нам, наверное, и требуется. Но сможем ли мы вот в этой ситуации, которую вот у нас сегодня мы обсуждаем, в этой конфигурации, сможем ли мы, в общем-то, уйти от политической составляющей, когда один человек, в общем-то, обязан своим назначением правительству Архангельской области, другой человек будет обязан... Ушедшему мэру. Ушедшему мэру и городскому совету, который его поддержал, третий будет обязан какому-то бизнес-сообществу, которое тоже будет продвигать эту кандидатуру. То есть у каждого управляющего, у каждого главы города появляются некие обязательства перед каким-то кругом. А нам бы хотелось, чтобы обязательства возникали у главы города именно перед жителями города Архангельск. Хотелось бы процитировать в этой ситуации Владимира Ильича Ленина, который сказал, «Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. Но мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатой или из богатых семей взятые чиновники». Очень трудно не согласиться с этим высказыванием, оно до сих пор остается очень актуальным. Тем более, что каждый сейчас может стать кандидатом на пост главы города Архангельска. Каждый сидящий у экранов. Поэтому впервые дается такая возможность, и мы призываем всех жителей Архангельска, активно высказывая свою позицию, участвовать в конкурсе на пост главы города Архангельска, представлять свои программы в конкурсную комиссию. А мы со своей стороны еще обращаемся к вам, уважаемые зрители, с тем, чтобы вы не оставались в стороне, писали, как и в прошлый раз нам, свои комментарии, свои отзывы. Пишите нам на Facebook, и вы на экранах телевизора видите наш электронный адрес. Мы ждем ваших сообщений. До свидания. До свидания, всего доброго.